Мы находимся на Никифоровском шоссе и здесь на повороте в лес устроили большую, огромную, многотонную несанкционированную свалку. Дорога, которая уходит в лес, уже через 100 метров становится огромным, несанкционированным, по-другому не скажешь, могильником всевозможного мусора. От крупногабаритного до мелкого и бытового. В окружении еще неделю назад великолепной природы, фактически заповедного леса, теперь все завалено строительными и бытовыми отходами. Разнообразным мусором, который сюда на протяжении нескольких дней везли на 20-тонных грузовиках, вываливая спрессованные его кубы под деревья и прямо на дорогу. Этого мусора здесь десятки тонн. Очевидно, у строителей этой несанкционированной свалки даже утрамбовывали мусор специально привезенным грейдером. Сюда приехал по срочному вызову, поступившему из полиции, заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Евгений Петеримов. В течение недели вот этот вот мусор начали принимать несанкционированный мусор с Москвы. У них была организована и точка контроля, там где товарищи считали, сколько машин сюда прибывает, сколько с крупногабаритным мусором, сколько с бытовым мусором. И грунтом, тем, который они навалили здесь, они его пытались, точнее, они его трамбовали и засыпали. Мы увидели здесь несколько фактически заблокированных полицией КАМАЗов, которые не успели разгрузить мусор. Их водители в тот момент, когда мы проводили съемку, находились между муниципальным управлением ВД России Щелковское на проведении дознания. Как рассказал один из свидетелей случившегося, водитель грейдера просто сбежал. Вот неделю буквально они начали возить вот этот вот весь мусор, свалку там устроили. Там уже запах идет. КАМАЗы идут ночью, возят ночью. Вчера приехал в 4 утра, у них там грейдер разгребает. Я вышел из машины, грейдерист увидел, убежал. Заместитель главы администрации района Евгений Петеримов сообщил, что по результатам проведенного расследования все виновные будут привлечены к ответственности. По фактам нанесения природе ущерба и получения незаконной материальной выгоды будет заведено уголовное дело. Сейчас через где-то полтора-два часа природоохранная прокуратура сюда прибудет. То же самое зафиксирует это все. Будет в рамках дела, будет проведено расследование. Я думаю, что мы найдем этого негодяя, который организовал эти мероприятия по вывозу инстанционированного мусора. И в дальнейшем, честно хочу сказать, что будет проведена большая работа. Этот лес все равно любыми силами мы очистим.